Взял пощупать поковырять любопытство ради, ранее таковых в руках не держал, и с неоправдавшейся надеждой на 4000 кей, ассортимент лота включает 20-30, 50 вт, 110-220 в ворм, начали вайт. Обычно на Али всякие кап-матрицы представлены только в двух-десять вариантах цветовой температуры, тильда 2700 кей ворм, и тильда 6500 кей колл. Начали позволял ожидать что-то вроде 4000 кей, в спецификации этого нигде не указано, но по факту оказался типичный колл. Приехала в полиэтиленовом зип-пакетике внутри пупырчатого почтового, как и заявлено матрица на алюминиевой плате толщиной тильда 0,9 мм и размерами 40 звездочка 60 мм со скругленными сторонами. Есть четыре симметричных отверстия для крепления диаметром 3, 6 мм и расстоянием 34 звездочка 34 мм. На плате два контакта вход питания под пайку, диодный мост М106, 1А600 и 5 драйверов МЛС-3535 и из токозадающими резисторами. Резисторы почему-то слегка разные, две штуки по 7, 5 мм и три штуки 8, 2 Ом. Все детали драйвера залиты белым герметиком, который легко отковыривается. Матрица 9 звездочка 8 позиций, потенциально по двум кристаллов в каждой, но в наличии только по одному. Драйверы, как позже выяснилось, подключены в параллельно все цепочки диодов, если конечно их несколько, но возможно тут одна цепочка из 72 кристаллов, по тильда 3. 5 на каждый выглядит правдоподобно, ничего похожего на предохранителя на плате не видно, зависимость потребления от напряжения в исходном виде. ЮП, ПИ, ВТ, 151, 7, 165, 170, 10, 180, 17, 190, 30, 238, 220, 48, 230, 54. Пульсации ожидаемо 100% на 100 ГЦ со скважностью около 2. Видно, что ограничение тока драйвера начинается при подаче напряжения около 170-180, то есть, напряжение цепочки светодиодов при номинальном токе порядка 240-250. Драйверы продемонстрировали работоспособность термозащиты, выше 70 градусов мощность начинает понижаться, и лежа на полу, касаясь линолеума, рост температуры останавливался при 130 градусах и мощности в 15-20 ВТ. Также можно видеть нарастающее ограничение мощности в течение каждого полупериода. Немного экспериментов по приведению в удобоваримое состояние. Для начала после мостика был припаян электролит на 10 МКФ, глубина пульсации снизилась до 90% при 220, мощность выросла до 62 ВТ. Вторым этапом были увеличены токозадающие резисторы, исходя из скважности предполагалось, что для сохранения мощности необходимо увеличение тильда вдвое. Отпаивать от неплохого теплораспределителя их проблемно, и первая мысль была слегка сточить токопроводящий слой по ширине, для увеличения сопротивления. Эта затея имела частичный успех, у первого резистора сопротивление сначала уменьшалось, а далее сразу же получился обрыв. У двух получилось примерно то, что нужно, 15 и 17 Ом. Один резко проскочил до 36 Ом, и последние сопротивления опять уменьшал, после чего тоже ушел в обрыв. Три неудачных были полностью зачищены от проводящего слоя и поверх напаяны 15-омные, паять через теплоизолятор в виде установленного резистора заметно проще. В результате мощность снизилась до 38 ВТ при 220, пульсации получились при 22 050%, 230 25%, 240 НТЛ 5%. Значит емкости недостаточно, заменил на 22 МКФ, в результате мощность повысилась до 43 ВТ, при 220, а пульсации пропали при напряжении в 197 веке и выше. При проверке тепловизором выяснилось, что один из токозадающих резисторов плохо пропаян, и трудились только 4 драйвера, после пропайки мощность достигла 53 ВТ при 220, а пульсации пропадали выше 212, это уже вполне приемлемый результат, мощность осталась примерно равна исходной, пульсации побеждены. При желании мощность можно понижать, отключая часть драйверов, например убирая их токозадающие резисторы. При практическом использовании также полезно поставить какой нить предохранительный резистор для защиты и ограничения тока заряда конденсатора. После модификации АПЛЯ-3 кажет CT в 6300К и КРИ 74%, в исходном пульсирующем режиме замеры странно скачут. В общем изделие примерно соответствует заявленному и пригодно для доработки напильником. А вот сколько оно проживет останется покрытым раком. Пожалуйста не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Субтитры создавал DimaTorzok